ВООРУЖЕННЫХ ВОСТАНИЙ ВООРУЖЕННЫЕ ВОСТАНИЯ И если взглянуть на них пропорционально населению в целом, они были примерно в один этот раз крупнее. И они несли в себе гражданский дух, большей общности интересов, поэтому гораздо больше людей примыкали к ним. Я имею в виду женщины, дети, пожилое население, нетрудоспособные люди могут участвовать в тактиках вроде несотрудничества, что предполагает намного меньший риск физического подавления, и это позволяет активизироваться гораздо большему количеству людей. И причина, по которой важен размах движений, в том, что при вовлечении очень большого количества населения начинают меняться процент риска и интересы, скажем, органов правопорядка, которые вполне могут стрелять в одинокого человека, стоящего на площади, но, видя море и сотни тысяч людей, и при этом узнавая своих соседей или детей, они могут просто притвориться, что не слышали приказа стрелять. И как только силы правопорядка или экономическая, деловая элита или гражданские бюрократы отказывают в своем содействии нынешнему режиму, лишь вопрос времени, когда движение добьется успеха. Последнее, что я хочу упомянуть, что мы также выяснили, что то, как эти движения ведут себя, как они борются, на самом деле воздействует на то, как эти общества выглядят в дальнейшем. То есть общества, возникающие после движений гражданского сопротивления, даже неудачных, более предрасположены породить демократические институты в течение последующих пяти-десяти лет, нежели после кампаний с насильственным сопротивлением. И они также на 50% менее склонны пережить рецидив вроде гражданской войны в течение следующего десятилетия. Так что мы не утверждаем, что гражданское сопротивление всегда эффективно, но оно определенно работает гораздо лучше, чем стараются убедить его противники. И оно определенно работает многим лучше, чем его вооруженные альтернативы, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Спасибо. Поразительная история, которая... АПЛОДИСМЕНТЫ